Всем добрый день! Это канал GT-класс. С вами Андрей Щетников и я продолжу свои разговоры про турнир юных физиков. В прошлый раз я говорил про доклады, а сейчас я буду говорить про работу оппонента. Ну смотрите, оппонирование начинается в тот момент, когда вы вызвали докладчика на задачу и дальше оно не прекращается до самого конца боя. Вы все время в работе, никаких перерывов. Докладчик готовится к докладу, а вы уже сейчас можете готовиться к вашей работе. Уже у вас стоит ноутбук, уже открыт слайд с условием задачи, на которую вы вызвали докладчика и работа пошла. Докладчик вышел с докладом, он рассказывает, а в этот момент по-хорошему должна работать вся ваша команда. Не тот один человек, который пойдет оппонировать, а остальные сидят, чего-то ждут, когда все это закончится. А все пятеро. Ну поделюсь секретами, как мы это делали в 14-15 году, когда сборная России брала серебро на международном. Докладчик не сидит, а будущий оппонент, извиняюсь, оппонент не сидит и не набирает текст. Есть другие люди, двое, которые сидят и работают над текстом будущего оппонентского выступления. Оппонент этот текст может сам прекрасно потом озвучить, а оппонент занят другим, он готовится к дискуссии и намечает вопросы, то есть он внимательно слушает докладчика. А здесь двое сидят, один из них тоже докладчика слушает, и второму надиктовывает, тот забивает в компьютер будущий обзор. Другие люди в команде тоже сидят и что-то делают. Если кто-то соображает в математике лучше, он пытается быстро разобрать формулы, ну вдруг там какие-то косяки обнаружатся, это будет существенно. Кто-то следит за экспериментом, ну в общем, в команде все распредлено так, чтобы каждый был при деле. Дальше доклад закончен. Пришло время вопросов. Очень странно выглядят команды, которые все это время не используют. Ну, во-первых, это ваша возможность еще что-то выяснить по поводу доклада. Ну, если вам кажется, что вы все поняли, то это означает, что вы не очень внимательно за ним следили. В докладе всегда остаются такие места, о которых следовало бы спросить. Но потом жули на вас смотрит и думает, эти ребята даже вопросов не задали. Ну, видать, они физики не разбираются. Я бы сам спросил, а они спрашивать не хотят. Ну, что-то с ними не так. И в-третьих, все это время, все время вопросов, вы его можете использовать на то, чтобы доделывать дальше оппонентское выступление. Ну и так, время вопросов закончилось. Вы выходите, втыкаете там свою флешку или подключаете свой ноутбук. Ну, и в хорошем варианте дальше это выглядит так. Оппонент произносит речь по тому тексту, который подготовили его, значит, товарищи по команде. А что должно быть в этом тексте? В этом тексте должен содержаться обзор доклада. Ну, как это, содержаться содержательный обзор доклада. Хочется здесь такую-то автологию употребить. Не просто. Они сделали эксперимент, потом они рассказали теорию, потом они сравнили теорию с экспериментом. Это такая речь, которую можно приклеить к любому абсолютно докладу. И смысла в ней ровно ноль. Они сделали эксперимент, в котором, значит, была сделана установка, значит, на основе такого-то, такого-то принципа. Я думаю, что это было вот как бы, если я там выражаю свое согласие с этим, или наоборот, я думаю, что она не позволяла там чему-то достичь. В их теории и снова содержалось то-то, то-то, то-то. Это было основано, это от себя вы говорите, а не от них, на том-то и на том-то. И опять-таки, я думаю, что оценка, ну и так дальше по всем пунктам. Речь должна быть содержательной. И речь, дальше смотрите, всякие ваши, когда вы задавали вопросы, вы их задавали на уточнение. Всякие ваши несогласия, или наоборот, согласия, ну и несогласия прежде всего, нужно выразить здесь, в оппонентской речи. Если вы там считаете, что там, вот на графике не было усов, например, да, а они здесь существенные. Ну скажите это в оппонентской речи в своем месте, и не надо это тащить дальше в дискуссию, потому что смысла в этом будет ноль. Здесь вы рассказали все, что вы о докладе думаете. Ну и дальше начинается дискуссия, в которой надо обсуждать, ну крайне желательно обсуждать содержательную, базовую физику. Причем такую, вот вы чувствуете какие-то проблемные точки в докладе, вокруг этих проблемных точек и надо все строить. Два, три блока, ну три лучше всего, скажем, три блока по четыре минуты. Каждый на содержательное обсуждение. Бессмысленно все обсуждение, все ваши там отведенные вам минуты, тратить на один вопрос. Но точно так же бессмысленно там продвигаться еще в обсуждении, подвести вопросом, а вы ничего не обсудите тогда. Три, ну два, быть может даже, три ключевых физических момента этой задачи. И идет разговор. Ну, смотрите, бывают разные ситуации. Бывают, что ну вы такая сильная команда, вы играете с новичками. Что тогда надо делать? Надо разбирать совсем базовую физику, чтобы и ваш соперник, ваш докладчик, с которым вы работаете, что-то еще понял. Запомните, вы стараетесь сделать так, чтобы докладчик получил, вот за счет вот этой дискуссии, докладчик получил оценки выше, а не ниже. И за счет этого растут ваши оценки еще сильнее. Если вы стараетесь закладчика завалить, то с вашими оценками тоже ничего хорошего не выйдет. Потому что все хейные жюри скажут, ну вышел тут занимается ерундой, вместо того, чтобы физику обсуждать. Понятно, да? Ну, наоборот, ситуация. Вы работаете против, как бы вы вот такие, ну не совсем новички, не новички, а играете против сложной команды, против такой продвинутой, с серьезным докладом. И вы сами в нем не все поняли. Но попытайтесь тоже подцепляться за базовую физику, задавайте вопросы и делайте так, чтобы вы сами начали понимать. Ваша задача не что-то там такое, как-то мутузить кого-то, а работать на понимание. И работать вместе с докладчиком. Если вы, вот контакт между вами установится, это ваша забота. Ну, конечно, это и дело докладчика тоже это подхватить. Но оппонент старается установить контакт и разговор, по сути дела. И чтобы этот разговор был всем интересен. Если он интересен оппоненту, если он интересен докладчику, то и члены жюри ТУДЖа живились и смотрят на вас с большим интересом. Они вот так скучают и думают, но когда это занудство кончится, скорее бы оно завершилось. Мы собираемся здесь ради физики, в конце концов, а не ради того, чтобы какие-то баллы получать. А баллы выше всех, с другой стороны, получает тот, кто работает на физику, а не на баллы. Тогда ему и как бы вот успех приходит. Ну и наконец, значит, завершилось это действо. Надо еще оппоненту подвести итоги, у него на это есть минута. Ну так вы скажите, что вы узнали в ходе дискуссии. Вам на это минутой отводится. А не просто сразу расшаркиваетесь там и благодарите докладчика и всех остальных. Нет. В этой дискуссии мы выяснили, что... И дальше в список. А в сильной команде, между прочим, иногда люди так работают, что сидит... А, ну во-первых, да, я забыл, у нас оппонент стоит у доски, да, там с докладчиком работает. И опять-таки работает вся команда, смотрит на то, что там происходит. Может быть, кто-нибудь увидит интересную зацепку, передадите тогда записку. Может быть, кому-нибудь надо будет поднять руку и сделать дополнение по содержанию. Все это здесь, сейчас. Ну и тут подводите итоги. И в итогах, опять же, говорите о той физике, с которой вы разобрались во время дискуссии. Ну, тогда будет все хорошо. Будете получать свои семерки, восьмерки, а вовсе не пятерки, шестерки, которые вам ставят по бедности за то, что вы все говорите одно и то же. Ну и как-то жалко просто ставить сильно ниже. Ну, вот такие мои к вам пожелания. Впереди российский турнир. Готовьтесь. Ну и всем спасибо за внимание.